В районе остановки Полярная на проселочной дороге перевернулись жигули, в которых ехали двое мужчин. ВАЗ-2104 лежал на крыше в Канаве. Вытащить его оттуда попавшим в просак приятелям помогли местные жители. Они же и обратили внимание на то, что оба пьяны. И поделились этим сокровенным знанием с полицейскими. Скорая помощь оказалась расторопнее и ближе. Одного из участников этого заезда к прибытию полицейских увезли в больницу. Ранен он был не слишком серьезно, но проверить пациента на сотрясение мозга не мешало. Его увезли на другой конец города, во вторую краевую больницу. Уцелевший во время опрокидывания ходил вокруг машины, попивал пиво и убеждал окружающих в трех неочевидных вещах. Во-первых, горожанин говорил, что в аварии их вины нет. Просто на ходу лопнуло колесо. Во-вторых, на момент ДТП оба были трезвыми, как стекло. Ну а в-третьих, за рулем был он, а вовсе не товарищ, который обычно ездит на этом ВАЗе. Кулуарно признавался, что оплошал друг, но вызвал огонь на себя. Дежурный отправил в больницу другой наряд, который должен был найти и получить объяснение от второго участника поездки. Мужчина демонстрировал явные признаки опьянения. Он горячо приветствовал слова друга, решившего спасти его права. Отпущенный из больницы, мужчина был доставлен в отделение полиции, как не имеющий документов для установления личности. Четверка принадлежит женщине 47 лет. В угоне машина не значится. Судя по тому, что приятели после аварии не испытывали недостатка в пиве и жадно поглощали его прямо у разбитого ВАЗа, на нем они ездили в магазин. История про лопнувшее колесо, похоже, не более чем оправдание нетрезвого вождения. С места происшествия Анастасия Кузьмина, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.